Стэнфордский университет. Хорошо, добро пожаловать в класс «Все» в раздел iPhone об инструментах. Сегодня мы узнаем об инструментах, которые являются инструментом, который поможет вам понять, как профилировать ваш код, а профилирование означает несколько разных вещей. Итак, мы начнем с небольшой предыстории того, что это значит для. Даже код профиля в первую очередь, потому что это может быть не то, что ты делал раньше. Даже за пределами Xcode в целом с твоей карьерой программиста. Итак, я хочу, чтобы ты вернулся назад в то время, когда люди создавали ОС, и у людей были всевозможные вопросы, которые они хотели задать об их коде, когда он работал в их ОС. И эти вопросы будут касаться разных вещей, таких как жесткий диск, основная память, процессор и просто попытка выяснить, как ОС распределяет различные ресурсы. Для диска вы можете спросить что-то вроде того, какие процессы запрашивают данный ресурс прямо сейчас, и какая команда запросила этот ресурс ОС, чтобы вы могли выяснить, есть ли какая-то ошибка или что происходит. У тебя могут быть проблемы с памятью, например, утечка или что-то в этом роде, и ты хочешь выяснить, как можно отследить эту утечку. И затем, что очень важно, ты, возможно, захочешь выяснить, сколько времени определенные процессы занимают на процессоре по сравнению с другими процессами, или сколько времени занимает процесс в целом. Или когда он достигает 100% использования или что-то в этом роде, все это действительно важные вопросы. Но для того, чтобы разобраться в этом, тебе придется войти и вручную написать кучу кода, а это не очень весело. Так что если бы кто-нибудь появился где-то в начале двухтысячных и сказал, эй, должен быть лучший способ. И поэтому я верю, что в Sun Microsystems создали эту штуку под названием Trace, которая немного. Легкий язык сценариев, который выглядит как C, так что он идеально вписывается в код вашей операционной системы. И Trace сделал бы это так, как если бы вы поместили эти маленькие штуки, называемые зондами, которые являются небольшим количеством кода внутри вашей, внутри вашей более крупной системы. А затем они запускали вывод о том, сколько времени требуется для выполнения различных задач, и вы могли бы определить, сколько памяти используется данным ресурсом, а что нет. И что замечательно, так это то, что он действительно очень выразителен, что означало, что вы могли бы делать с ним много разных вещей, написав очень мало кода, и вы могли бы развернуть его в производство без проблем, потому что когда он работал в производственный режим. Это не нанесет никакого ущерба процессору, так что ты можешь просто оставить свой код там, в живой производственной системе. Так что это супер отличный шаг в правильном направлении. Но у меня была небольшая проблема, которая заключается в том, что, например, здесь. Когда ты видишь этот, который сравнивает время процесса, ты видишь, что вот этот в центре выводит распределение процессов в виде простого текста. Значит, он показывает тебе эти маленькие знаки, чтобы сказать, что этот процесс в центре занимает половину общего. Время и другие отнимают все остальное, это не лучший графический интерфейс. Так что ты оказываешься в этой неидеальной ситуации, когда у тебя вроде как есть вся эта консоль вывода, и мы действительно не хотели этого с Apple, когда мы создавали, вы знаете, Xcode E. iOS, потому что в большинстве случаев люди, которые ее используют, возможно, программируют в первый раз. Они никогда раньше не создавали приложений, и это просто то, с чем ты не хочешь иметь дело. Итак, это своего рода видение в моей голове. Из Trace это похоже на очень мощную машину, в которой слишком много ручек и кнопок, к которым легко привыкнуть, и вам нужно как бы изучить ее заранее, чтобы иметь возможность ее использовать. И вместо этого решение состоит в том, чтобы иметь что-то более счастливое и дружелюбное, как наша подруга Ева здесь, или Ева, я забыл, как ты это говоришь. И решение называется инструменты, инструменты, инструменты. И что же это такое? Это графический интерфейс. И он сидит поверх Trace, того самого маленького языка программирования, языка сценариев, о котором мы только что говорили. И это встроено прямо в Xcode. И поэтому это как бы демократизировало идею о том, что вы можете проводить анализ процессора, анализ памяти или анализ дисков и тому подобное. И одно из интересных различий между инструментами и использованием чего-то вроде Trace заключается в следующем. Так как это графический интерфейс, мы теперь не можем выполнять все это, все задачи детрассировки, которые мы хотели бы выполнить в одном окне, потому что их слишком много. Так что же он делает вместо этого? Он откололся. Все, что ты, возможно, захочешь сделать с приложением для iOS, с профилированием на множество разных вкусов. Итак, ты видишь, что у нас есть такие вещи, как монитор активности, к которому вы, возможно, привыкли в своей реальной операционной системе, который показывает вам, сколько разных вещей процессов занимают, сколько разных ресурсов. И у тебя может быть такая штука, называемая профилировщиком времени, которая говорит тебе, сколько времени требуется данному процессорному процессу для выполнения определенной задачи или чего-то в этом роде. Но ты не можешь разместить их все в одном окне. Иначе было бы слишком много беспорядка и слишком много вещей. Итак, способ, которым инструменты работают на высоком уровне, заключается в том, что ты собираешься запустить определенный вспомогательный модуль, подобный этому. А потом ты сосредоточишься только на этом на протяжении всего своего приложения, и таким образом ты получишь этот приятный графический интерфейс, который не загроможден. И в частности, с этими инструментами, на которых мы сосредоточимся сегодня, это те, которые наиболее полезны, вероятно, для 95% случаев использования, для которых вы когда-либо использовали инструменты. Вы будете использовать эти четыре инструмента. Так что ты заметишь, что четыре из них синие, потому что они больше связаны с процессором. А потом двое из них оранжевые, потому что они больше связаны с оперативной памятью, чем с памятью. Итак, сегодня мы пройдемся по этим четырем. Начни с двух процессоров, а затем мы закончим тем, что поговорим о выделении памяти и утечках. И один большой вывод из сегодняшнего дня, который я хочу, чтобы у тебя был, заключается в том, что инструменты — это не какая-то приятная дополнительная вещь, которую иногда люди уходят и используют, если у них возникают проблемы. Это на самом деле очень важно, даже если вы думаете, что создали свое приложение правильно, и у вас нет никаких проблем, утечек памяти или чего-то подобного. Просматривай и профилируй его, прежде чем развертывать реальное производственное приложение, и убедись, что он правильно использует память, и что он не отнимает слишком много процессорного времени, когда этого не должно быть, и тому подобное, что действительно имеет значение. Итак, инструменты — это то, чему необходимо научиться, если ты пытаешься стать настоящим программистом iOS. Так что не считай это такой необязательной вещью, которая тебе может когда-нибудь не понадобиться. Так, мы собираемся перейти прямо к демонстрации здесь, и мы собираемся показать небольшое приложение, небольшое мобильное приложение, и в нем будет несколько, несколько проблем, которые мы собираемся отследить, как маленькие детективы внутри инструментов, и это проиллюстрирует, как эти четыре. Работают разные инструменты, о которых я говорил. Итак, первое, что я сделаю, это запущу это приложение в самой базовой версии Instruments, и мы как бы просто проведем небольшую экскурсию по тому, что делает это приложение. И идея с инструментами заключается в том, что вы заходите в меню этого продукта и нажимаете на профиль, к которому вы можете получить доступ с помощью CDI. А затем, когда вы запускаете профиль, он создает версию вашего приложения с некоторыми встроенными отладочными элементами и появляется в том же виде, в котором я показывал вам ранее. А затем мы выберем монитор активности, который, как и написано, отслеживает статистику использования памяти процессора, диска и сети для процессов и файловой системы. Так что просто общая статистика о том, что происходит в вашей системе, и в этом случае мы нажимаем «Выбрать». Это всплывающий графический интерфейс инструментов, который покажет нам всю нашу статистику. И для того, чтобы запустить ваше приложение во время записи всей этой статистики, вы нажимаете кнопку записи. Это похоже на использование iTunes или что-то в этом роде, но для информации об отладке. А затем мы откроем наш симулятор здесь. И первое, что я сделаю, это вкратце объясню, что это за приложение. Идея в том, что мы здесь теоретики чисел. И у нас есть какое-то большое простое число, которое ты видишь прямо здесь вверху, и мы хотим выяснить, каковы его простые множители. Так как число такое большое, для вычисления потребуется много процессорного времени, так что давай посмотрим, что произойдет, когда мы попытаемся это вычислить. И у меня также есть два варианта того, как мы будем это учитывать. Один сделать это в основном потоке, а другой сделать это в фоновом потоке. Теперь первое, что мы испытаем, это то, о чем Пол говорил на лекции на этой неделе. А именно, когда вы делаете что-то в основном потоке, и они действительно требуют много ресурсов процессора, вы фактически блокируете основной нить. Поэтому, когда мы нажимаем на эту кнопку здесь, мы замечаем, что пользовательский интерфейс полностью заблокирован. Я не могу нажать нигде больше, потому что он не учитывает это число, вычисляя простые множители в основном потоке. Ты также заметишь, что здесь у нас есть список всех процессов, запущенных на моей машине прямо сейчас. Так как мы находимся в симуляторе, это моя настоящая книга для Mac, все процессы и названия этого приложения, как вы можете видеть здесь, демонстрация инструментов. Итак, одна из первых вещей, которые мы можем сделать, это демонстрация инструментов здесь. На самом деле, это отнимает много процессорного времени, в два раза больше, чем общий процент, потому что это связано с поиском простых множителей этого большого числа. И если мы захотим, мы можем даже отфильтровать, чтобы избавиться от всего шума, введя название процесса, который мы хотим проверить. Ты также заметишь, что здесь, в мониторе активности, отображается другая информация, например, количество запущенных в данный момент потоков. Так как у меня есть это. Разветвляйся на варианты фоновой темы здесь, внизу. Чтобы решить эту проблему, я пойду дальше и нажму на это несколько раз, раскошелюсь на кучу тем. И ты можешь видеть, что я парю здесь внутри инструментов для. Вижу, как появляется количество потоков. Теперь у нас есть куча разных потоков, которые работают в фоновом режиме, чтобы попытаться самостоятельно определить эти основные факторы. А потом они отчитаются, когда закончат. И мы увидим, что количество потоков уменьшится, когда они закончатся. Так что это просто дает тебе общее представление о том, на что похожи инструменты. Монитор активности, который ты видишь, не дает тебе сверхтонкой информации. Это как бы просто дает тебе высокий уровень, типа того. Ты знаешь, как называется процесс, сколько процессорного времени, количество потоков и памяти, просто базовая статистика. Но это не позволяет тебе копать глубже. Чтобы сделать это, ты должен, как я уже говорил ранее, вернуться и запустить инструменты с другим вкусом. Чтобы ты мог осмотреть эту конкретную вещь. Так давай сделаем это. Мы остановим это здесь. И ты действительно можешь сэкономить на том, что называется следом. Итак, фактическая запись того, что произошло с этим набором инструментов. Так что, возможно, ты сможешь сравнить несколько пробегов. Или сделать дополнительный анализ позже. И мы вернемся к профилю. И в следующий раз, когда мы захотим рассказать о том, что на самом деле занимает так много времени, чтобы учесть это простое число. Номер. Может быть, есть какой-то способ оптимизировать этот алгоритм, чтобы сделать его быстрее, например, и мы посмотрели на наш код кучу. Они не совсем понимают, что происходит. Почему так много времени уходит на то, чтобы разложить это простое число на множители. И поэтому у нас нет теории, мы не знаем почему, но мы знаем цифру в профилировщике времени. Может быть, это поможет нам разобраться в том, что именно заняло так много времени на процессоре. И как и мы, больше алгоритмического понимания того, что мы делаем неправильно с нашими, с нашими методами факторизации. Так что мы запустим профилировщик времени. Хорошо, итак, вот мы в профилировщике времени, и мы видим, что вверху у нас есть этот красивый график, на котором написано использование процессора, и он также показывает нам, сколько используется в основном потоке по сравнению с этим. Отправь рабочий поток, который работает в фоновом режиме, и эти другие потоки. И как и ранее, мы заметим, что когда мы нажимаем «Сделать это в главном потоке» и блокируем здесь пользовательский интерфейс, мы видим, что использование CP стремительно растет. Значит, у тебя будет этот длительный процесс. И если мы подождем достаточно долго, в конце концов мы увидим, что факторизация завершена. И это использование CP должно упасть до нуля. Так вот, в чем заключается общая идея профилировщика времени. Также внизу, пока это происходит, ты увидишь, что у нас здесь есть такая трассировка вызовов. Этот стек вызовов, который на самом деле является деревом вызовов. И это показывает тебе, что происходит внутри всех этих приложений в разных потоках. Так что, если ты заметишь, мы здесь закончили с факторингом. Мы нашли все простые множители этого числа. И это заняло 99% процессорного времени в основном потоке и 99,3% в методе запуска. А потом так далее и тому подобное. И поэтому он показывает нам процент от общего процессорного времени, которое происходит во всех этих разных вещах. Это не очень увлекательный процесс, копаться во всем этом. Но, очевидно, системные методы верны. Потому что мы даже не писали эти методы. Нам просто, нам просто любопытно узнать о нашем коде. Все, что нас волнует, это приложение, которое я написал. Где вся информация для этого материала? Итак, здесь, в этом меню дерева вызовов, есть хороший набор опций. Поэтому, если я нажму на это, вы заметите, что по умолчанию уже установлена эта опция для разделения вещей по потокам, как мы видели вверху. Но еще одна вещь, которую мы можем сделать, это скрыть системные библиотеки. Итак, в тот момент, когда мы нажмем «Скрыть системные библиотеки», вы заметите, что весь этот мусор, на который мы только что смотрели, превратился в содержимое нашего приложения. Итак, мы видим вещи внутри нашего контроллера представления, например, как фактор в среднем потоке, который является методом, который использовался для факторинга этого простого числа в среднем потоке, а не в фоновом потоке. И, тогда внутри была часть этого, которая занимала много времени. Итак, мы углубимся в наши методы и увидим, что этот метод простых множителей, который мы написали, очевидно, отнимает много времени. И потом там есть какой-то метод, занимающий четверть времени, который проверяет делитель. Итак, в какой-то момент мы подошли к той части кода, которая кажется более детализированной. И вот тут-то и возникает настоящая проблема. И мы действительно можем перейти к детализации кода на уровне инструментов, дважды щелкнув по этому методу. Так что в тот момент, когда я нажимаю на это или попадаю в нашу кодовую базу, и мы смотрим на это, у нас здесь правая сторона. У нас разные проценты от того, какие линии так долго пробегали. Так что, если мы смотрим на наш алгоритм, здесь для факторизации простых чисел, это общая функция, которая его вычисляет. Мы передаем какое-то большое целое число, или долгое-долгое в этом случае просто потому, что это так. Большой, а затем у нас здесь есть функция ввода, называемая тестом, которая будет проверять данный делитель. Посмотреть, делится ли это большое число на этот делитель. И поскольку этот делитель может быть делителем, кратным заданному числу, может быть вы знаете число 31, которое на самом деле равно двум раз, 31 раз, 31, верно. Итак, у нас здесь есть цикл while, который проверяет одно и то же число несколько раз, а затем добавляет его в массив результатов, которые мы выводили в приложении ранее. А затем, что мы делаем, чтобы выяснить общую. Общий набор простых множителей здесь, в этом алгоритме, состоит в том, что мы идем от iB2 вверх на единицы вплоть до n, что является числом. Итак, мы проверяем каждое число от 2, 3, 4, 5, 6 вплоть до этого большого числа n. И мы проверяем каждого из них, чтобы увидеть, является ли это делителем из этого числа. И то, что наша демонстрация инструментов здесь говорит о том, что 43,5% занято, я думаю, что эта строка на самом деле должна относиться к строке, следующей сразу за ней, так что линия, которая на самом деле делает шаг. Так что просто делай это. Многие итерации цикла отнимают много времени. А потом здесь внутри мы делаем, мы тратим много времени на повторение этих циклов. Получается, что общее количество циклов, которые мы делаем, слишком велико. Так что это может дать нам представление. Может быть, мы просто пытаемся разделить слишком много чисел, верно? Что, конечно, так и есть, потому что мы проходим весь путь от 2 до фактического числа и самого себя, что немного безумно, если подумать об этом. Потому что, во-первых, если бы мы перешли к n, разделенному на 2, это уже было бы безумием, потому что мы уже перепробовали все числа, которые были меньше этого. Значит, мы бы уже нашли их к этому моменту. И если ты думаешь, что на самом деле это немного сложнее, то более стандартным математическим способом решения этой проблемы на самом деле было бы только увеличить квадратный корень из n. Ты можешь подумать об этом с математической точки зрения, например, с доказательством противоречия, где ты предполагаешь, что если бы они были простой множитель числа, которое было больше квадратного корня из n, что это число для. Его нужно умножить на другое число, чтобы достичь этого числа, должно быть больше квадратного корня из n, что является противоречием, поэтому это не имеет смысла. Так или иначе, у нас это уже напечатано здесь для тебя, так что я докажу, что он выполнил свою задачу. Правильно, вместо того, чтобы перебирать каждое число, делай это, начиная с делителя 2, потому что это наше первое простое число, и проверяя 2. А затем начиная с цифры 3, потому что только нечетные числа могут быть простыми числами после 2. А затем перейдем к квадратному корню из n на 2, так что мы попробуем 3,5,7 вплоть до квадратного корня из n, который должен быть намного меньшим числом. А потом, когда мы уйдем, мы расскажем об этом. Мы заметим, что когда мы нажмем на фактор в основной теме, мы сразу же закончим, ура. Итак, инструменты сделали свое дело, профилировщик времени очень полезен, и он может помочь тебе. Найди то, что отнимает у тебя много процессорного времени, это примерно так просто. Ты можешь покопаться во всех этих других вариантах здесь, чтобы посмотреть, что они тебе позволяют. Но главные из них это те, которые я тебе только что показал. Давай на минутку переключим передачу. Я показал тебе два первых инструмента, которые имеют отношение к процессорному времени, и вместо этого мы начнем больше изучать память. Так, процессы. И как я уже упоминал ранее, двумя наиболее полезными для этого будут распределение и утечки. Так что более простым из двух будет распределение. Мы просто посмотрим, сколько памяти выделяется в разное время в программе. А мы ударим, выберем и убежим. Мы перейдем в эту классную секцию здесь. И первое, что мы заметим о распределении, который показывает нам используемую память, заключается в том, что когда мы переходим к новому контроллеру просмотра, количество, объем используемой в настоящее время памяти взлетает до небес, потому что у нас есть стек навигационных контроллеров. У нас есть тот, который все еще выделен, который все еще находится в стеке, а затем у нас есть этот новый. Значит, мы должны увидеть, как это произойдет. И точно так же, когда мы вернемся, мы должны увидеть, как это немного снизится. И это так. Так это здорово. Когда мы подходим к классному контролеру, и от него мы видим, как распределение идет вверх и вниз. Иногда, если у вас есть какая-то ошибка в вашем приложении, она может возникнуть, когда вы вернетесь с контроллера просмотра. Внезапно ты не видишь, как уменьшаются ассигнования, что было бы ошибкой. Так это то, что ты, возможно, захочешь проверить. И что мы сделаем здесь в этом случае, так это объясним, что происходит на этой вкладке приложения. А потом мы как бы поищем любые возможные ошибки. Поэтому, когда мы нажмем вот эту маленькую кнопку, мы покажем подсказку. И намек в том, что Джек, этот дружелюбный студент, изображение которого мы взяли из интернета, спрашивает, какие советы мы можем использовать, чтобы ускорить поиск основных факторов. Говорит Пол, ты рассмотрел домен или возможные факторы. Может быть, ты слишком много пытаешься. Это та самая ошибка, которую мы исправили ранее с помощью профилирования времени. Мы заметили, что когда мы нажали на показать подсказку, это действительно сильно возросло, потому что здесь мы загружаем изображение в приложение, которое содержит много данных. Так, что мы могли бы сделать, так это просто поиграть со всеми операциями, которые мы можем выполнять внутри приложения. И просто посмотри, что здесь происходит. И мы сразу же обнаруживаем что-то подозрительное, а именно, каждый раз, когда я нажимаю показать подсказку, мы видим, что использование нашей памяти увеличивается, но когда мы снимаем ее и нажимаем снова, она не возвращается. Похоже, у нас здесь какая-то проблема, это кажется довольно странным. Почему он будет повышаться каждый раз, когда ты нажимаешь показать подсказку? Все, что происходит каждый раз, это то, что мы выводим изображение на экран, а затем помещаем эти две метки на экран. Так почему бы не быть памяти, быть освобожденным? В данном случае это не похоже, не обязательно, что у нас утечка, но мы просто используем слишком много памяти по какой-то причине. И поэтому давай перейдем к коду здесь. И мы находимся внутри этого Classroom ViewController, который я как бы покажу, как он работает на высоком уровне. Это довольно просто. У нас есть этот переключатель пользовательского интерфейса, который представляет собой кнопку вверху, которая появляется рядом с текстом подсказки показать. И когда мы нажимаем на него, и он включается, мы получаем эту подсказку. Итак, идея в том, что мы имитируем выполнение ряда запросов и получаем эти данные обратно для этой конкретной подсказки из интернета. А затем мы показываем это на экране, и в противном случае мы собираемся свести на нет все, что существовало. Поэтому, когда мы вызываем подсказку, мы выделяем эту штуку, называемую вопросом факторизации, которая находится в этом классе внизу. И мы выделяем ответ на факторизацию, который является этим другим классом здесь внизу, в котором есть текст для ответов. Значит, эти две надписи отображаются внизу. А затем в самом ответе мы возвращаемся к вопросу. А затем внутри самого вопроса у нас также есть массив, который пытается сохранить ссылки на все ответы на этот конкретный вопрос. В этом случае есть только один. Но мы можем представить структуру данных, нуждающуюся во многих ответах, потому что у нас может быть много ответов на данный вопрос. Так вот, что там происходит. А потом у нас есть эта штука, называемая SKIMC URL, которая представляет собой изображение, которое будет отображаться для человека, задающего текущий вопрос. А это URL, адрес какого-то изображения из интернета. И поэтому, как только мы получим подсказку и мы обновляем пользовательский интерфейс, мы выходим и удаляем весь текст на этих ярлыках. Мы установили, что вся нижняя часть экрана должна быть сопоставлена с тем, включена или отключена функция дотянуться до верха. А потом, если его только что включили, мы часто ходим и получаем это изображение в интернете. Так вот, что здесь делает этот код, и когда мы закончим здесь и, возможно, получим данные с этого изображения, мы создадим изображение для «ты», и мы отправили это как изображение с данными, как это сделал пол на лекции. А затем мы устанавливаем его режим содержимого и добавляем под вид. Поэтому каждый раз, когда включается хинт-переключатель, мы выходим и извлекаем изображение из интернета, и мы добавляем подпросмотрный экран. Так что, конечно, у нас здесь проблема, которая заключается в том, что если вы продолжаете добавлять последовательные подвиды, вы многократно добавляете память в свое приложение. Вот почему мы видели, как синяя линия поднимается все выше и выше, все выше и выше, верно. Так что это как бы подсказало нам, так как он растет и растет, мы должны заглянуть внутрь кода и посмотреть, есть ли какая-то причина, по которой мы. Я бы просто многократно выделял память, никогда ее не освобождая. И вот наш ответ прямо здесь — это выделенная строка кода. Так что это своего рода то, как распределение все еще работает, это для того, чтобы в целом выяснить, где выделяется память. Но на самом деле это не намного глубже, чем выяснение того, произошла ли у тебя утечка памяти или что-то в этом роде. Так вот для чего предназначен следующий и последний инструмент, который мы собираемся показать сегодня — инструмент аренды. Так давай снова откроем инструменты, остановим наш предыдущий прогон. И мы нажмем на следующий и последний инструмент утечки. А потом мы снова отправимся в класс и заметим, что внизу у нас есть что-то вроде периодической маленькой зеленой галочки, говорящей «У вас нет утечек памяти, хорошая работа». Так далеко для этого. На одном из деревьев прибора мы не обнаружили утечки памяти, и ты видишь, что оно все еще зеленое, и это здорово. Так что в этом случае ты можешь просто просмотреть обычные варианты использования своего приложения, просто попробовать и посмотреть, есть ли у тебя какие-либо проблемы. Так что мы могли бы, например, показать этот намек, не показывать этот намек, и в тот момент, когда мы это сделаем, мы действительно увидим, что у нас уже есть красный крестик здесь, что означает, что средство проверки утечек каким-то образом обнаружило утечку памяти. Это нехорошо. Так, если мы хотим выяснить больше подробностей о том, что происходит, давайте предположим, что мы перейдем к одному из этих крестиков, где написано, что есть 20 новых утечек. И мы нажимаем на это, и вау, посмотрите на все эти утечки, которые происходят, и как могло произойти так много утечек в течение одного. Простое приложение. Но оказывается, что все эти утечки происходят очень скрытно, как у Малика. Это утечка Малика к этой утечке. Так что это может быть вызвано одной общей большей утечкой внутри нашего приложения, которая представляет собой такие вещи, как вопрос и ответ, которые были теми классами, которые мы создали. Ты можешь видеть их здесь, внутри этого контроллера просмотра. Так вот, какие вещи являются основной причиной этих утечек. Но все же, глядя на этот след прямо здесь, не совсем понятно, почему произошла эта утечка. И поэтому мы, возможно, захотим немного подробнее остановиться и выяснить, что, черт возьми, почему, где эта штука. Откуда ты и что здесь происходит? И если ты заметишь здесь, на этой вкладке, которая существует во всех инструментах, мы действительно можем выбрать способ отображения этих данных. Итак, прямо здесь у нас есть такой большой набор всей информации. Но мы также можем сделать эту штуку, называемую циклами и маршрутами, внутри средства проверки утечек. Итак, когда мы заходим сюда, мы видим, что у нас есть какой-то блок мелок прямо здесь, который ссылается на что-то другое, на что ссылались здесь ранее. И что в целом есть какая-то? Круговая ссылка на память, какая-то круговая зависимость. И поэтому, возможно, когда мы освобождаем память от чего-то одного, на самом деле это не освобождает все. Потому что вещи все еще имеют ссылки на вещи, которые не существуют в памяти. Значит, мы на самом деле избавляемся от всех наших. Рекомендации. И иногда, когда вы запускаете инструменты, они на самом деле не будут символизировать вас, имена ваших классов кода или объектов в памяти, средства проверки циклов, а иногда это будет правильно. Так что, если я снова запущу его здесь, мы начнем, мы перезапустим приложение. Может быть, на этот раз нам повезет больше. И когда мы показываем подсказку, а затем мы не показываем подсказку. Мы увидим, что здесь есть утечка. Упс, я думаю, у нас одна и та же проблема. Итак, первый урок инструментов заключается в том, что иногда при проверке утечек вы заметите, что на самом деле это не символизирует это. В некоторых случаях использование. Это, как ты можешь видеть, показывает, что вопросы, расположенные здесь, в массиве ответов, находятся вверху, и что они имеют циклическую ссылку друг на друга. Это действительно может показать это, если оно символизирует отладочную информацию. Но тебе это не гарантировано. Но в любом случае мы знаем, что у нас здесь цикл. Итак, что мы можем сделать сейчас, так это уйти, зная, что у нас каким-то образом есть цикл памяти, и посмотреть на наш код и сказать, хм, что-то в вопросах и ответах имеет цикл памяти. И поэтому я, вы можете видеть, что у меня есть эти полезные комментарии здесь после каждой строки, например, количество ссылок на факторизацию равно одному. Поэтому, когда мы выделяем, когда мы выделяем вопрос, чтобы перейти к этой переменной экземпляра, это необязательный вопрос здесь, вопрос о факторизации, тогда есть и ответ. Мы делаем один здесь и один здесь, что означает, что количество ссылок равно одному для каждого из них, потому что это классы, а это значит, что они являются ссылочными типами, поэтому они распределены. С подсчетом ссылок. А затем вы видите здесь, когда мы включили свои ствол ответы на вопросы о факторизации, теперь у вопроса о факторизации количество ссылок равно двум, потому что мы фактически сохранили его в ответе. И тогда то же самое верно и для того, чтобы приступить к ответам. Так что теоретически имеет смысл, что мы могли бы провести здесь цикл, потому что у нас есть ответ, ссылающийся на вопрос, и вопрос, ссылающийся на ответы. Значит, происходит цикличность. И, конечно же, мы делаем это, потому что на самом деле мы никогда не делаем, когда мы снимаем переключатель подсказок вверху, это другой случай прямо здесь. Мы исключаем необязательный ответ на факторизацию и необязательный вопрос. Но, количество ссылок было два, а не один, потому что мы внутренне устанавливали ссылки на каждый из них друг на друга. Так что мы никогда на самом деле не уменьшаем количество ссылок до нуля, что приведет к их полному освобождению. Поэтому у нас возникает утечка памяти из-за того, что называется сложный цикл. Это то, что он нам говорил. Итак, теперь наш вопрос заключается в том, как, черт возьми, мы решаем эту проблему. И есть много способов, которыми мы могли бы решить эту проблему. Один из способов, которым мы могли бы сказать, что проблема связана с количеством ссылок. Что нам действительно нужно сделать, так это свести эти отчеты ссылок к нулю. Так что вручную мы можем войти, как будто сейчас 1995 год, и сказать factorization answer. Question равно nil, что приведет к тому, что количество ссылок фактически будет равно нулю. И тогда это приведет к тому, что количество ссылок достигнет нуля. И тогда он будет освобожден должным образом. Но представь, что каждый раз, когда ты когда-либо писал код, который использовал классы и распределял вещи в куча, тебе приходилось вручную проверять, чтобы количество ссылок было равно нулю. Это было бы действительно отвратительно. И было бы неплохо, если бы сам язык программирования дал вам конструкции, позволяющие избежать этой проблемы в первую очередь. И, конечно же, Swift знает. Это дает тебе многое. Итак, первый и самый простой способ, который Пол изложил в лекции S. Что касается замыканий, то нужно использовать это ключевое слово, называемое слабым. Так что, если мы сохраним ссылку на вопрос внутри ответа как слабую переменную, то на самом деле это не увеличит количество ссылок. И на самом деле нет причин, почему, когда сам ответ равен нулю. Это не упадет до нуля и не будет освобождено должным образом. Так что все, что нам действительно нужно сделать, это добавить вик, чтобы получить то же поведение, что и при отключении вручную, и поэтому хорошо, что Swift предоставляет вам возможность решить подобную проблему с подсчетом ссылок. Но, есть еще один способ, который Swift дает тебе, чтобы решить эту проблему в первую очередь. То есть, ты знаешь, у нас есть это различие между классами и структурами, ссылочными типами и типами значений. И с какой стати мы используем здесь классы для увеличения ссылки? Типы, когда структура сделала бы то же самое. Это так? Нет никаких причин, по которым это должно быть занятием. Нам не нужна ручка для этого где-либо еще в приложении. Нам не нужен указатель на это. Нам не нужно беспокоиться о том факте, что создание многих из них приведет к слишком большому объему памяти, потому что это всего лишь вопросы и ответы, которые представляют собой крошечные объемы данных. Так какого черта? Зачем вообще нужны эти занятия? Все в порядке. Так как мы теперь изменили эти две структуры, у нас больше не должно быть ссылок на вопросы и ответы. А это значит, что набор значений решил нашу. Вся проблема с утечкой распределения прямолинейно, что в первую очередь является замечательной особенностью языка Swift. Так это на самом деле своего рода ядерная бомба и отличное решение этой проблемы, которое заключается в том, что ты должен просто использовать. Ты должен использовать типы значений тогда, когда это возможно и когда это имеет смысл. Если тебе не нужен ссылочный тип, тогда тебе следует использовать тип значения. И это своего рода конец демонстрации утечек здесь. Итак, как ты можешь, как ты можешь видеть. Мы рассмотрели здесь эти четыре основных типы инструментов – монитор активности, профилировщик времени, распределение и утечки. И ты получил своего рода представление о том, как они работают. Если ты хочешь уйти и узнать, как работают другие из них, может быть, ты уйдешь, ты хочешь выяснить, что происходит в сети. Ты можешь узнать больше о вкладке «Сеть в свободное время», или ты создаешь какое-то графическое приложение, ты можешь использовать эти фиолетовые приложения, такие как набор сцен, или трассировка металлической системы, или основная анимация. Так что ты можешь сделать гораздо больше с помощью инструментов. И это очень весело – пойти и использовать его. Поэтому я призываю тебя пойти и попробовать их все, и выяснить, как ты можешь внедрить это в свой процесс отладки, чтобы ты не сидел там, действительно сбитый с толку своими самыми сложными ошибками. И вместо этого ты уходишь и просто получаешь больше данных и выясняешь, что правда, а что нет в твоем приложении. Так вот и все для демонстрации инструментов на сегодня. Я надеюсь, что это было полезно, и мы увидимся с тобой на занятиях в понедельник. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите нас в stanford.edu. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok